Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Шхадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Уже три года, как в Сагдийской области, закрыты все медресе. Для молодых ребят, желающих изучать религию, закрыты двери восьми духовных школ области. Власть пытается удержать светскую составляющую таджикского общества. Однако эксперты полагают, что делают они это неумело, поскольку используют в основном репрессивно-запретительные меры. Тему продолжит Анушер Вони Ютгор. Духовные школы функционировали в городах Худжанд, Истравшан, Исфара, Канебадам, Пинжикент и Бабаджан-Гафуровском районе Сагдийской области. Теперь это уже история, но молодежь по-прежнему наравне со светскими знаниями хочет получать и религиозные запреты только увеличивают противоречия, говорит Шамсулло. Я считаю, что всесторонне развитый человек, в частности мусульманин, может принести выгоду и себе, и обществу, и нации, и государству. Когда наши молодые ребята проявляют интерес к изучению ислама и священной книги Коран, мы должны их поддерживать. Это поможет в развитии общества, а их знания будут удерживать людей от различных радикальных взглядов. В настоящее время в стране закрыты все двери медресе, помимо Исламского университета имени имама Азама в Душамбе. Исламский институт, который до 2007 года работал как независимое образовательное учреждение, получая помощь от исламских стран и организаций, был переведен в ведение Министерства образования и науки республики, после чего стал государственным образовательным учреждением. По словам Мухаммаджона Артыкова, религиоведа из Бабаджан-Гафуровского района, строительство других таких институтов в республике не предусмотрено, а это значит, что молодые ребята будут ограничены в получении религиозных знаний. По приказу президента страны был объявлен конкурс чтецов Корана и несколько человек были вознаграждены грамотами и призами. В этом была заслуга медресе и работа МУЛ. Но сейчас даже никто и не задумывается, где молодым ребятам изучать Коран. Сейчас много трудностей. Власть не хочет, чтобы молодежь самостоятельно изучала основы ислама. Они приводят различные доводы. Власти не скрывают, что обеспокоены ростом влияния религий и священнослужителей в обществе с июня 2013 года в Сеймадресе Сагдийской области, где обычно получали начальное исламское образование, остаются закрытыми по причине несоответствия стандартам среднего образования в Таджикистане. В стране, где проживают около 98% мусульман, власти заявляют о необходимости существования школ с религиозным преподаванием, но подчеркивают, что программы обучения должны соответствовать требованиям законов и нормам, прописанным Министерством образования. Говорит Сухроп Рустамов, исполнительный директор отдела по делам религии и традиций администрации Сагдийской области. Действительно, в отношении Медресе, которые функционировали в области из-за несоответствия нормативных документов, программ и условий преподавания законодательным требованиям Республики Таджикистан, было принято решение приостановить их работу. Их деятельность официально остановлена. Парламент Таджикистана в 2009 году принял закон о свободе совести и религиозных объединениях, который существенно расширил сферу регулятивной функции государства в отношении образования, деятельности, права и обязанности, религиозных объединений, соблюдения религиозных обрядов и церемоний. Спустя некоторое время духовные лица, занимающиеся преподаванием в домашних условиях, были наказаны. Сейчас в школьную программу введен предмет «История религии». Этот предмет преподается один раз в неделю и только ученикам девятых классов. Вот что говорит Мирзу Олим Мирзурахимов, представитель молодежи Сагдийской области. Мадресе имама Азама в городе Худжанд считался самым большим, среди восьми религиозных учреждений Сагдийской области. Там изучали основы ислама 70 девушек и 80 молодых ребят. Выпускники Мадресе утверждают, что изучение религии наряду со светскими науками помогает формированию мировоззрения молодых людей. Фарзона уверена, что в Коране молодые люди могут найти ответы на многие вопросы, которые беспокоят их. По моему мнению, воспитание молодых девушек и парней рядом с мулами и бибиотунами полезно со всех сторон. Они изучают Коран, узнают о потустороннем мире. Молодежь, изучив, может знания передать следующему поколению. Это важно для нас, для всего общества. Коран – источник чистоты и света. Он наставляет молодых людей на правильный путь. Сегодня таджикские власти пытаются сделать процесс исламизации общества управляемым. К примеру, с одной стороны власти строят огромные мечети, а с другой вводят возрастной ценз на посещение мечетей или начинают кампанию против ношения хиджабов. Борьба даже коснулась видеозаписей проповедей, которые распространялись среди населения. Эксперты считают, что такая непоследовательная религиозная политика и запретительные меры могут привести к нарастанию недовольства и росту радикализации населения. Репортаж подготовил Анушервоне, Йодгур, Саддийская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tadzikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.